Сейчас покажу, что там находится. Вот в углу радиатора мокро и вот видите следы антифриза. Ну все, надо снимать. Новый радиатор я купил, сейчас в салоне на заднем сиденье находится, пока я его еще не вытаскивал. Сейчас сниму и а снимать нужно сначала сливать эту охлаждающую жидкость. Вот буду потихонечку сливать, в общем этим заниматься, а потом все покажу, интересно конечно же будет. Сначала я слил жидкость через пароотводящий шланг, через пароотводящий шланг, потом оцепил вот этот толстый шланг, оттуда немножко слилось и вытащил вот этот радиатор охлаждения. И здесь только таким вот образом открутил барашек и слил жидкость с этого радиатора охлаждения. Вот таким вот образом, потому что снизу просто не подлезть. в общем и все нормально получилось. Теперь могу спокойно вот этот хомут откручивать, но вот здесь еще наверно находится какая-то жидкость. Ну есть остатки жидкости, все-таки они есть. Надо меня немножко приподнять, подвигать туда-сюда. И все, сниму этот радиатор и вот здесь вот утечка есть. Сейчас возьму фонарик, подключу. Вот здесь вот утечка, ну видно вот с этой стороны. Хомут 1, хомут 2 ослабил и сейчас буду их вытаскивать. Вот здесь еще находится жидкость, но радиатор я все-таки снял. Немножко здесь поцарапал, смял. То есть жидкость где-то вот здесь, здесь подтекала. Потому что у меня здесь все четко было. Это точно. Вот здесь сухо. Пароотводящий шланг, где он здесь стыкуется. Вот этот стык нормально, этот стык тоже нормально. Здесь я постарался, было все нормально. Ну все, этот только здесь. В общем, потом надо будет сравнить эти радиаторы, которые в магазине купил. Надо снять и здесь и здесь. Вот такая упаковка. Тут написано, ну очень хорошо. Ну, рисунок радиатора совсем другой. Тут вот с горловиной. В общем, выбирал из двух, наверное, с полчаса. Да, рассматривал. Они все одинаковые. Что первый, что второй. Единственное, я сейчас вам покажу. Разница была. Вот в этом барашеке. Этот барашек, как в данный момент у меня, а там был другой. И все. А так все одно и то же. Да. И вот эта вот пластина, которая загнута и держит вот эти вот скобы. Там она вот такая вот короткая, а здесь длинная. А там с одной стороны как бы не хватило. Вот врать не буду. И какого-то желтоватого цвета. И дороже. А вот эта вот подешевле. Ничем не отличается вот эта пластмасса, вот копия. Как будто делали в одном месте, а потом на один завод везли и на другой. Там все это собирали на одном заводе и на другом. Ну буквально все. Все смотрел, все одинаково. Единственное, что у того вот здесь короткая была. Вот как здесь вот. Вот эта вот часть короткая загнутая. Ну мне сейчас нужно сравнить, одинаковые они или нет. Вроде бы одинаковые. И по размеру. А то всякое бывает. Ну вроде бы и все. Проверил. Теперь буду закручивать в первую очередь. Это пара отводящей шла. Он стал такой вот холодный. И дубовый просто-напросто. Как я его закручу не знаю. Вот эту нужно вытащить. Установить вот сюда. как легко устанавливается здесь. А и здесь легко устанавливается. Все нормально. Ну вроде бы вот такой радиатор. Все делаю в темноте. Чтоб никто ничего не видел. Закручу эту пробку посильнее. У меня. 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 У меня.